Всем привет! Меня зовут Артём Горлов, я уже два года живу в Израиле и 18 дней служу в Сахал. Этот подкаст называется «На краю Айкумены». В нём я буду рассказывать о своём опыте службы. Дисклеймер. Этот подкаст не ставит своей целью ни обелить, ни очернить Сахал. Я просто делюсь своим опытом. Прошу отнестись с пониманием. Начнём. В этом выпуске я расскажу немножко о моей команде, о моей командирке, а также о самых необходимых правилах. В моей команде 12 человек. Я не буду называть имена, поскольку считаю это конфиденциальной информацией, однако я назову страны, откуда они приехали. Два парня приехали из Франции, один из Америки и один из Австралии. Семь ребят приехали из русскоговорящих стран постсоветского пространства и один из Эфиопии. Между собой у нас спокойные отношения. Я не назову их слишком близкими, но я не назову враждебными. Мы знаем всего пару недель друг друга и откуда появится тёплая дружба за такой короткий срок. Все стараются избегать конфликтов и помогают друг другу. Мне кажется, это самое лучшее взаимоотношение, которое могут быть в такой свежей команде. Мы находимся в одинаковых условиях перед общими проблемами, и это помогает нам забыть о различиях и сплотиться. Моя командирка – девушка без имени. На курсе молодого бойца солдаты не знают имён своих командиров и вообще всех, кто звание выше. Для нас они исключительно «да, командирка», «да, командирка взвода» и так далее. Они относятся к нам как строгие учительницы, без ругательств, но иногда с повышением голоса. Дисциплины и подчинение ценят выше всего остального. Важно не то, насколько ты хорошо бежишь, убираешь, учишься, а то, насколько корректно ты себя ведёшь. К командиркам можно обращаться по личным вопросам. Главное – сделать это корректно и в удобное время. Например, поспрашивать её про ту роль, которую ты хочешь получить, или рассказать о сложностях в адаптации, или попросить тебя записать на дополнительную встречу с социальным работником или с армейским психологом. Словом, изучайте ваши возможности и просите их реализовать у ваших командирок. Самое главное – ведите себя уважительно и корректно, и всё будет в порядке. Выучиться этому самому корректному поведению совсем несложно. Надо запомнить положение «Акшеф» – это руки за спиной, ступни латинской буквы «В». И все вопросы спрашивать из него, предварительно сказать «Акшеф, I'm forget'ed». Что-то вроде «С уважением, командир». По окончании времени, выделенного на приказ, надо быть ровно в том месте, где сказал командир, и неважно, успел ли ты доделать приказ. Стоит изобразить, что ты отсчитываешь последние 10 секунд вслух, поскольку именно так и требует процедура, однако действительно выкрикивать цифры будут те, у кого ещё не заболело горло. Подылка воды должна быть всегда наполнена. Ботинки с утра должны быть чистыми, а панамка с утра и до последнего приема пищи должна быть на голове, вне здания и на плече внутри него. Оружие нужно всегда носить с собой, кроме похода в душ и сна. Ствол оружия должен всегда быть направлен в пол. Пять пальцев должны лежать на рукоятке, и ни одного пальца не должно быть на спусковом крючке. Мэк-парэк, или индикатор пустого ствола, всегда должен быть в оружии, а предохранитель всегда стоять на сейф. Если что угодно требуется сделать с оружием, ну, например, предохранитель переключился из сейфа сями-ауто, лучше подойти к командирке и попросить её проконтролировать. В противном случае ты рискуешь получить армейский суд за игру с оружием, а это совсем не то, что хотелось бы испытать в этой жизни. Таким образом, выполняя эти несложные указания, можно избежать большинства наказаний. Я говорю практически всех наказаний, и это правда, потому что некоторых вам не избежать. В вашей жизни будет появляться сам элит. Сам элит — это командирка, которая строит весь ваш взвод, распределяет тех, кто сегодня наказан на работы, а ещё иногда просто заставляет весь взвод отжиматься, для того, чтобы показать, что она тут командирка, «А, вы тут подчинённые». Также у нас была встреча с РАСАБ. Честно говоря, я не знаю, что означает это звание, но суть в том, что РАСАБ поставила отжиматься 150 человек. Для нас это достаточно наглядный показатель того, насколько выше она нас рангом. К сожалению, такие ситуации периодически происходят, однако, как правило, они происходят с большим количеством людей, одномоментно, а как следствие, никто не проверит лично вас на качество отжиманий. Так что, если вы не чувствуете в себе сил после тяжёлого дня исполнить приказ высокопоставленного командира, вы можете просто подставить коленку, и никто вам ничего за это не сделает. Это был второй выпуск подкаста «На краю Акумены». С вами был Артём Горлов, и до новых выпусков. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok